добрый день дорогие зрители православного канала экзегет сегодняшний наш с вами выпуск рубрики христианский взгляд посвящена той ситуации которая служилась сложилась в братской грузинской православной церкви в грузии где недавно вот был поднят такой вопрос о том чтобы предоставить православию статус государственной религии грузинского государства инициатором этого предложения выступил довольно известный такой православный олигарх грузинские бензины ванишвили и соответствующее предложение было внесено грузинский парламент одобрено большинством парламентариев но неожиданно встретила такое как раз таки не совсем одобрительное как ни странно отношения а даже общем-то и прямое такое противодействие неудовольствие со стороны непосредственно грузинской православной церкви в лице ее высших иерархов частности глубоко уважаемый необыкновенно авторитетный вообще во всем грузинском обществе человек как патриарх или я второй такой богомудрый старец который помимо всего прочего является еще и крестным отцом без каких-то тут двусмысленности а в прямом непосредственном понимании этого слова достаточно большого количества граждан грузинской республики поскольку там существует такой обычай согласно которому раз в год грузинский патриарх участвует в таком массовом крещении грузинских детей и считается их крестным отцом это вот такая сугубо грузинская традиция и очень многие в грузии с гордостью заявляют о том что они являются крестниками никого-нибудь а непосредственно грузинского патриарха или и второго и их многие семьи между даже откладывают крещение крещение новорожденных младенцев до того как наступит эта дата и когда совершится вот такое вот массовое крещение в котором крестным отцом поручителем попечителем будущего христианского воспитания чем этих детей выступит сам грузинский патриарх и поэтому безусловно несмотря на такие уже необыкновенно преклонные лета голос грузинского патриарха остается весьма и весьма важным для большей части населения грузии такое отношение патриарха или и поддержали и другие иерархи грузинской православной церкви высказавшись в том смысле что сейчас как они считают момент для подобного решения не подходящий ситуация не способствует тому чтобы грузинская православная церковь получила те права которые ну предполагаются в этой ситуации для организации чье вероучение принято в качестве государственной религии почему же грузинские иерархи отказались от такого казалось бы сулящего всевозможные выгоды положение для их церкви почему они считают что это ни в коем случае не отвечает интересам грузинской православной церкви ведь сплошь и рядом мы с вами например сейчас мы по крайней мере те кто оказывается в подобного рода ситуациях сталкиваются с тем что любой там например какой-то директор или учитель школы или другого какого-то учебного заведения на предложение такого рода чтобы кто-то из священнослужителей посетил это учебное заведение провел там какие-то уроки беседы с учащимися может так достаточно в резкой форме ответить что вот церковь у нас отделена от государства школа церкви поэтому ваша там инициатива противоречит нашему законодательству государственному ну и так далее это только один из частных случаев возможных на самом деле практически вот во многих таких вот ситуациях когда решение о том чтобы допустить или не допустить до участия в каких-то таких вот официальных мероприятиях учреждениях того или иного священнослужителя зависит от решения воли и заявления непосредственно руководителя тут если он занимает какую-то такую антиклерикальную атеистическую анти церковную какую-то такую позицию не моргнув глазом ссылается якобы вот на такое действующее на законодательство как-то совсем в общем-то не принимая во внимание что основывается она на декрете выпущены большевистским правительством сразу после революции которая буквально одним из первых своих дел первых своих начинаний и общем первом в правовой области тут же выпустила известный декрет об отделении церкви от государства государства от церкви но при этом как работает эта юридическая норма очень многие наши современники не имеют абсолютно никакого точного представления в их в общем можно сказать таких фантазиях на законотворческие темы это почему-то выглядит как полный запрет на любое взаимодействие церкви ее конкретных представителей с любыми государственными учреждениями тем более учебными государственными учреждениями это ни в коей мере не так что предполагается вот подобного рода правовыми нормами отделяющими государства от церкви от школу от церкви этим предполагается что церковь никоим образом не является структурой входящий в состав государственных органов управления или каких-то таких государственных учреждений это означает что церковь не получает каких-то прямых пособий от на свое содержание от государства и обратной стороной этой ситуации является также то что церковь своей деятельности своей вероучительной деятельности никоим образом не подотчетно государству и каким-то органам государственной контролирующей власти исключением может являться только прямое нарушение церковным церковными деятелями государства законодательства в тех или иных вопросах и нарушение тех правовых норм которые одинаковы для всех в том числе и безусловно и для членов церкви отделение школа от церкви означает тоже только то что с момента вступления этой правовой правовой нормы в силу церковь не влияет прямым и непосредственным образом на процесс воспитания учащихся любых государственных учреждений то есть не проводят в на обязательной основе уроков закона божия школа не обязана выделять ставку для священнослужителя преподавателя закона божия и образовательный процесс строится на таких вот светских нормах и подачи знаний то есть не предполагается что церковное учение влияет прямым и непосредственным образом на подачу материала каких-то учебных дисциплин и никоим образом это со стороны государства не регламентируется в плане вот какого-то такого жесткого контроля то есть нет никаких оценок которые выставляются закону учителями как это было под революционной россии за поведение и при этом основывается на знание закона божия когда фактически тройка по закону божия означало невозможность для учащегося поступить в какие-то высшие учебные заведения а двойка фактически была равнозначна исключение учащегося из школы вот подобного рода нормы взаимоотношения которые существовали между государством и церкви и государством и школы по до сих пор существующим у нас законодательству не возможны и не должны существовать означает ли это автоматическим образом что никакие церковные служители священнослужители не могут допускаться до участия в педагогическом процессе или полностью исключаются из правового поля государства как это почему-то представляется в таких вот странных действительно иллюзиях которыми руководствуются те кто не дали себе труда ознакомиться с этими правовыми нормами вот действительно в плане того что они на самом деле означают и церковные служители являются и священнослужителями объектами государственного права на них распространяются все действующие нормы законодательства и будучи полноправными гражданами нашего отечества они безусловно имеют право в том числе на свободу слова на вероисповедания и этой точки зрения они никоим образом не могут ущемляться в своих правах подобно любому другому гражданину прийти в частном порядке в любое учебное заведение провести там какую-то беседу осуществить какое-то общение с учащимися как это может сделать например любой представитель какой-то ученый например области деятельности или писатель или представитель каких-то правовых структур которые придут школу и проведет с детьми необходимую беседу инструктаж относительно поведения и каких-то нормах в той области которые являются частью его непосредственной профессиональной деятельности в этом смысле нет никаких правовых норм которые запрещали бы церковным служителям и священнослужителям наравне с другими гражданами нашего государства на свободных договором договорных вот таких вот отношениях принимать участие в любых официальных мероприятиях в качестве не навязанных законодательством участников а свободно приглашенных каких-то вот таких персон выражающих точку зрения той организации которая она принадлежит которой они принадлежат и который никоим образом не преследуется и не ущемляется действующим теперь нашим государственным законодательством нужно ли в этой ситуации представителям грузинской церкви или русской православной церкви или любой другой церкви добиваться того чтобы православие было принято в этих государствах качестве государственной религии с одной стороны конечно это представляется чем-то таким добрым и хорошим в том случае если идеология учения православной церкви ну становится одной из по крайней мере форм идеологии принятых в государстве и то идеологии которые это государство руководствуется конечно в этом смысле нормы например христианской нравственности и морали уж точно не принесут чего-то плохого в жизнь нашего общества и безусловно те нормы в том числе идеологические которые были приняты нашей церковью они сформировали и наше государство как таковое поэтому вопрос того о том что русская православная церковь безусловно является одним из столпов того мировоззрения носителями которого является ну подавляющее большинство граждан нашего государства и безусловно сформировала ту идеологию которой они придерживаются это в общем то конечно такой момент бесспорный и невозможно это отрицать даже если мы пытаемся настаивать на том что наше государство не руководствуется какой-то идеологии в принципе ну это в любом случае обман государство не может существовать без идеологии даже если она если она официально не заявляет о том что какая-то идеологии являются предпочтительной и и в его таком вот мировоззрическом пространстве само даже отсутствие идеологии которая заявляется государством уже на самом деле является форме идеологии без заявлений без обозначение каких-то идеологических норм никакое государство никакая человеческая общность в принципе не может существовать иначе просто собственно говоря ради чего мы тут собрались несколько человек которые объединяются вокруг идеи уже имеют какую-то идеологию ну а такая общность как государство если не имеет какой-то общей идеи которая объединяет ее граждан в принципе не может устоять и не может существовать априори что называется поэтому конечно в том или ином виде безусловно православие является одной из основ той идеологии ну явным явно официально и неофициально носителями которые являются как уже сказали большая часть нашего населения нужно ли при этом чтобы вот это роль русской православной церкви было еще каким-то образом закреплена на уровне признания церкви одной из таких вот важных и именно государственных институций учреждений в составе грузинского государства или нашего государства неважно эта ситуация имеет и обратную сторону дело в том что у нас уже есть опыт когда русская церковь являлась одним из государственных институтов и в общем-то этот опыт имел как свои положительные стороны так и на самом деле глубоко отрицательные ну в средневековый период истории нашего отечества все-таки можно говорить о том что взаимоотношения государства и власти строились на основе византийской идеологии которая которую принято называть симфонии властей то есть таким согласием властей когда государственная власть является гарантом законности в государстве и занимается реализацией светского законодательства и его охраны и обеспечения и в то же время глава государства в лице царя или императора выступают также и гарантом сохранение безопасности церкви православные поскольку именно к ней принадлежит большая часть его подданных со своей стороны церковь является духовные и такой вот ну еще раз повторимся идеологической основы существования государства при этом ее внутренние внутри церковные дела никоим образом не подсудны государственной власти и она полностью свободна в том чтобы они вершились согласно канонам то есть внутренним установлением самой православной церкви вот в общем то это выработанная тысячелетиями византийской истории структуры взаимоотношения между церковью и государством является в каком-то смысле таким идеалом которому общественная жизни византии и россии стремилась на протяжении столетий бывали конечно определенные перегибы бывали определенные отклонения от этой ситуации которые принято обозначать такими выражениями как цезарепапизм или папа цезаризм случае цезарепапизма имеется ввиду ситуации когда глава государства светский начинает претендовать и на духовную власть в церкви ну таким достаточно характерным примером который сохранился до нашего времени является англиканская церковь в которой начиная с 16 века с времени правления императора генриха восьмого тюдора церковь англиканская и имеет своим главою короля который уже свою очередь назначает архиепископа кентерберийского утверждает его в правах как вот такого уже церковного руководителя подотчетного непосредственно королю все священные какие-то такие обязанности религиозные власти они лежат целиком и полностью на короле и вот это такая типичная ситуация цезарепапизма когда глава государства является и главой его церкви его доминирующие религиозной организации другая ситуация так называемый папа цезаризм это когда духовный руководитель ну как примеру римский папа настаивает о том чтобы его власть распространялась и на все государственные дела характерный пример подобного рода ситуации это например вот правление в одиннадцатом веке римского папы григория седьмого очень такая известная история когда была сформулирована вот та идеологии римской церкви согласно которой римский папа разделяет свою земную власть с правителями королями которые от него и только исключительно от него получают священное право руководить управлять своими государствами своими народами и в любых каких-то спорных ситуациях должны обращаться к авторитету римского папы вот это то что называется понятием папа цезаризм этого что в общем тоже в каких-то определенных периодах церковная история имела место и в византийской на сказать истории даже в нашей отчасти конечно не в такой форме но тем не менее вот это идеальная такая ситуация симфонии властей как считается в общем-то выражена и в нашем историческом гербе двуглавом орле две главы которого означают государственную церковную власть увенчаны одной единой короны но на практике в особенности в так называемый синодальный период истории русско православной церкви то есть начиная с правления императора петра 1 с начала 18 века и по тот момент когда эта ситуация была разрушена декретом пришедших к власти большевиков на самом деле положение церкви как раз таки было характеризовано скорее как цезарепопизм вернее как когда фактически церковь была включена в процесс управления российской империи на вот таком бюрократическом уровне одного из подотчетных гражданской власти институтов одна из наиболее таких в этом смысле ярких и вообще говоря просто таких вызывающих ситуаций сложилось во время царствования императора александра первого когда имела место так называемая политика двойного министерства когда государственный чиновник князь александр николаевич голицын одновременно управлял двумя министерствами министерством образования и министерством духовных дел в это министерство духовных дел в качестве одного из подразделов входил и священный сенот который изначально по мысли петра первого должен был представлять вот такую коллективную церковную власть в российской империи даже император просил чтобы остальные православные патриархи всего тогдашнего мира признали священный сенот своим братом во христе и вот это собрание архиереев признали вот в качестве такой главы русской православной церкви на положение вот такого коллективного патриарха в начале 19 века даже вот такая ситуация уже сама по себе совершенно немыслимая для канонического сознания православной церкви была сведена просто к тому что церковь стала даже не отдельным каким-то министерством каким она фактически была под управлением оберпрокурора святейшего синода но и была сведена просто к части какого-то министерства духовных дел в которые входили и все остальные вероисповедания каждый имея свои какие-то представительства в этом министерстве ходили наравне с масонами фактически ярким представителем который как раз таки являлся князь александр николаевич голицын совершенно не прикрыто высказывая свои мысли о необходимости реформирования церкви в таком абсолютно масонском духе и вообще фактически являясь человеком неверующим вот таком православном понимании смысла этого слова фактически церковь находилась в таком крайне унизительном положении части бюрократического аппарата российской империи и находилась довольно мало тех кто осмеливался поднимать свой голос против такого положения дел к числу таких редких исключений можно отнести знаменитого архимандрита юрьева монастыря в великом новгороде отца фотия спас кого которые однажды вот в ходе своего такого конфликта мировоззренческого с князем голицыным даже отказал ему публично в исповеди прогнал его от аналоя обозвал его публичный еретиком и человеком который вредит разрушает православную церковь ну надо сказать что отец флоте конечно вызвал этим всю всю возможную ненависть и клевету которая обрушилась на него за его такую очень последовательную позицию и до сих пор можно встретить даже в творчестве того же александра сергеевича пушкина немало скабрезных намеков и эпиграмм которыми клевете клеветнические подвергали сомнению чистоту отношения отца фотия и его такой духовной дочери благодетельницы графини анны григорьевны орлова чесменской праведной святой женщины которая до сих пор вспоминается многими православными церквями не только в россии но и на востоке как человек который сделал огромные значительные просто вклады потратив астрономические суммы доставшегося ей от отца фаворита екатерины второй просто казалось бы не счастливого не счастливого имени большинство уже даже и высших иерархов русской православной церкви не осмеливались ничего возразить всемогущему как им казалось князю голицыну ну и даже другие периоды когда церковью правили такие в общем-то выдающиеся и достаточно благочестивые обер прокуроры синода как константин петрович победоносов ли саблер или граф толстой в общем то тем не менее все равно вот подобная ситуация являлась нарушением канонических основ жизни православной церкви когда фактически по велению светского чиновника православные иерархи назначались на кафедры снимали с них отправлялись какие-то ссылки ну и вообще принимались важнейшие решения которые в первую очередь утверждались обер прокурором светским человеком пускай даже благонамеренным в отличие от князя голицына а потом уже верно подальнические принимались в священным синодом вот такая ситуация существовала русская церковь так называемый синодальный период и в общем наверное вопрос риторически хотим ли мы сейчас повторение подобной ситуации безусловно нет церковь дорожит своей духовной свободой тем более что сейчас ситуация принимает намного более худшие формы мы это видим на примере тех православных церквей которые сохранили свой вот такой вот государственный статус а православие сохранила статус государственной религии будучи частью государственного аппарата церковь должна безусловно выполнять и те законы которые принимаются государственным механизмом правовым которые при этом вторгаются в область вероучения православной церкви ну например греческом государстве принято решение которое легализовало однополые браки следующим шагом является необходимость признание этой законной нормы ладской православной церкви и соответственно любые представители лгбт-движения которые захотят так сказать узаконить свои отношения и придут в церковь требуя чтобы над ним было совершено венчание в случае отказа вполне естественного объяснимого вполне могут подать в суд на представители ладской православной церкви которые откажут им в их гарантируемом законном праве и если в случае с ладской или румынской церковью такие ситуации пока еще являются ну вот не слишком отдаленные перспективы то в других государствах где государственные церкви давно уже полностью сдали свои позиции перед подобного рода правовыми нормами дело обстоит намного хуже например в швеции где лютеранская церковь является точно также государственной церковью и лютеранство является государственной религии не так давно уважаемый священник ну в их понимании лютеранской церкви получил реальный и достаточно большой тюремный срок только за то что в проповеди в своем лютеранском храме он заявил что гомоскуссализм является раковой опухолью на теле шведского общества за это священник получил тюремный срок а его обвинителями которые донесли государственным властям о том что священник фактически просто выразил одну из библейских нравственных норм оказались его собратья служители в том числе его епископ этой лютеранской церкви которые возмутились будучи сами открытыми геями вот такой позиции своего собрата ну естественно мы очень надеемся что наше общество никогда не дойдет вот подобного мировоззрение подобных правовых норм но в любом случае наша церковь никоим образом не хотела бы стать заложником такой ситуации когда получая от правительства содержание и являясь частью государства аппарата церковь должна будет в том числе и придерживаться тех норм права которые будут противоречить ее каноническому устройству и ее вероучению в этой ситуации как и для грузинской церкви так и для русской церкви конечно намного более желательно было бы сохранить свою внутреннюю независимость духовную независимость и строить свои взаимоотношения с государственной властью на позициях признание необходимости той и другой и того исторического вклада которые и духовного вклада который безусловно православная церковь вносит наше общество в принципе сейчас тех государственных норм которые регулируют эти взаимоотношения вполне достаточно чтобы церковь чувствовал себя ну вполне защищенные в нашем обществе единственное что конечно может быть хотелось бы исправить это все таки наша надежда на то что государство наше признавая безусловно и многонациональность и многоконфессиональность своего населения в том числе все таки признает православие одной из безусловных и важнейших духовных идеологических основ жизни нашего государства и перестанет как-то стыдливо делать вид что она является никоим образом не диагнозированным и не имеет никакой идеологии поскольку это как мы уже говорили в принципе невозможно и в общем-то наносит безусловный ущерб ну вот таким важным мировоззренческим основам существования нашего государства как такового но это возможно и без того чтобы русская православная церковь заняла какую-то такую нишу и часть в институтах государственной власти сама сохранила свободу и предоставила свободу и всем своим членам и всем граждан нашего государства также в общем-то не быть стесненными ничем кроме действующего законодательства своих каких-то мировоззренческих поисках поскольку и церковь православная безусловно в первую очередь заинтересована в том чтобы ее члены исповедовали свою верность любовь к православию свободно они под страхом каких-то государственных или любых других причинений двойки по закону божию или каких-то еще других правовых норм которые бы стеснили мировоззренческую свободу мировоззренческий поиск и свободу обращения к церкви русских ну не только русских людей чтобы они делали это полностью обращались к церкви не вынуждена а руководствуясь исключительно своим твердым устоявшимся мировоззрением и полностью вот делали это повинуясь этой любовью которая свободно возникла в их душах к богу к церкви к отечеству и только такие собственно говоря члены нам и нужны только такие верующие люди нам и необходимы по известному каждому выражению нашей русской пословицы о том что невольник не богомольник дай бог что все наши богомольники были людьми вольными свободными а церковь наша сохранила также свою свободу в той проповеди которую она несет в нашем обществе и которая опять же должна быть не вынуждены не подчинены каким-то директивом и приказом а должна быть свободным деланием ее священнослужителей и членов и только тогда в общем то действительно можно быть уверенным в том что основы и общество и церкви будут прочными и богом хранимыми этого мы желаем и нам нашим зрителям и слушателям благодарим вас за вашу позицию за то что вы также интересуетесь подобного рода вопросами и смотрите наши беседы на эту тему всего вам доброго вам спасибо